Приветствую вас. Я думаю, в первую очередь, имеет смысл обратить ваше внимание на то, что вы, наверное, перекладываете ответственность с себя за эту ситуацию, на мужчину, который, по вашему мнению, должен, видимо, что-то, ну, что-то делать, который, по вашему мнению, видимо, должен себя как-то проявлять. Вот. То есть, это, с одной стороны, дальше вы, на мой взгляд, ответственность перекладываете и на, в общем-то, маму, его, говоря о том, что это она, это она, вот, значит, делает всё для того, чтобы вы были незамечаемы мужчиной и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, мне так кажется, что данная позиция является в некоторой степени инфантильной. Вот. просто потому, что дело не в мужчине и не в его маме, а в вас, в том, как вы себя поставили, как вы себя представили, как вы себя презентуете, именно вот, как вы себя презентуете своему мужчине, как вы себя, как вы презентуете маме, вот. Вот. А почему вы выбрали жить, собственно говоря, с мамой, да? То есть, почему вы согласились жить с его мамой? Если она так к вам относится и не готова принимать вас, не готова адекватно относиться к вам и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, это вопрос, к сожалению, ну, в большей степени вопрос этот, он обращается к вам, нежели к мужчине и его маме. Обратите внимание на то, как вами по факту игнорируется свой собственный смысл жизни. То есть, вот. Обратите внимание на то, как вами игнорируются ваши собственные цели в жизни, ваши собственные задачи в жизни, ваши собственные интересы. Я, понятное дело, что вас не знаю и не знаю, как обстоят дела, но мне кажется, что вы, ну, вам, мне кажется, не нравится та работа, которой вы занимаетесь. А если она вам нравится, то вы в ней не растете. Вот. То есть, вы в ней не развиваетесь. И смысл жизни вашей, он, вот, в том числе, в том числе, проявляется как раз, вот, как бы, в мужчине. Вот, в том, что вам нужно его внимание. В том числе, в том, что вы хотите каждыйżeぇ, к вам она все относился, в том, что вы ждете от него чего-то. В том, что вам, обидно, вам обидно, что человек, ээээм... где вы, что с вами и так далее, то есть вам вот хочется этого, и вы обижаетесь на него. Но вопрос заключается в том, чего хотите лично вы, вопрос заключается в том, что нужно лично вам. А вопрос заключается в том, куда вы идёте и движетесь. Понимаете? Какая штука? Вот. Значит, вот вы пишите, у меня пропал смысл жизни, я живу с парнем, его мать делает всё для того, чтобы он меня не замешал. А вот как мама может сделать так, чтобы парень вас не замечал? Ну, понятно, что мама, она, конечно, ведёт себя неким определённым образом. Это безусловнейший факт, что она ведёт себя так, ведёт себя определённым образом она себя ведёт, безусловно, как-то. Но всё равно всё по итогу упирается в отношения парня к вам, а не наоборот. Понимаете? То есть, вот это несколько разные вещи. Именно как относится к вам мужчина, как он вас воспринимает, как он вас видит. Понимаете? Понимаете? Поэтому мне думается, что вы здесь прикладываете ответственность. То есть, вы ему мужчине в силу ряда причин неинтересны. Видимо. Видимо. Вот. Вот. Или у вас есть какая-то проблема с этим. Вот. С тем, что вы человеку неинтересны. Вот. Вот. И, соответственно, вы перекладываете за это ответственность на маму. Вот. Ну, вероятно, потому что так вам может быть легче. Так вам может быть как-то вот удобнее, удобнее думать, что это надо что-то делать. Вот. Да, а не вы. Что это делать. Вот. Так мне кажется, что вот... В этом направлении вам можно двигаться. Вот. Вот. А... 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 Как бы в этом... В этом... В этом... В этом ключе... Можно... ...продвигаться. Дальше. Дальше. Делает она это так, что виновата выхожу я. А... Смотрите. Никто. Никто вас, в принципе, виноватый сделать не может. Кроме... А... Вас... Самой. То есть, если вы себя... А... А... Сами... А... Виноватый... А... Не считаете, да. Если вы сами себя виноваты... Не... Не... Не видите... Что... Что... Никто... Не... Не может... А... Никто не сможет... А... вас в чем-либо обвинить, вот, в принципе, в принципе, потому что вы просто, ну, вот, не примете по факту, да, вы не примете на свой счет то, что будут вам говорить, люди, ну, то, что будут вам, то, что будут говорить вам вот кто-то, да, вот, там, мало мы этого молодого человека, что-то есть, вот, поэтому это, да, это вопрос, вопрос к вам, почему вы, вот, так воспринимаете то, что, вот, делает его мама, то есть, я не говорю, что она делает что-то хорошее, да, я не говорю, что она поступает правильно, не говорю, что она действует уверенно, ни в коем случае не хочу сказать так, вот, а, но, то, что вы, вот, на свой счет это принимаете, это является, ну, в общем и целом, эм, основанием, для того, чтобы с вами работать в этом направлении, 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 вот, значит, переоценки ответственности за то, что происходит в ваших отношениях. Дальше, а, значит, я в эти два часа не узнал, где я, когда пришла домой, лежал на кровати, так и лежал, не сказал мне даже ни слова. Как дальше жить? А, ну вот, соответственно, вопрос, он, как бы, эээ, в том, в общем, и заключается, да? Эээ, почему для вас, эээ, отношения настолько важны, что вы не знаете эээ, как жить эээ, дальше. вот, вы, ну, не представляете, как жить дальше, в этой ситуации, вот, понимаете, какая штука. И мне кажется, что поиск, поиск вам своего собственного жизненного смысла будет, конечно, весьма уместен, весьма. Кстати, весьма это будет полезно, потому что в противном случае, я думаю, что так вот, ну, в противном случае, так вы и будете ориентироваться. На других людей, вот, соответственно, соответственно, что за этим стоит, да? Значит, страх одиночества, неуверенность в себе, возможно, неуверенность в себе, возможно, еще какие-то сложности, вот, и трудности в, при взаимодействии с, ну, друг с другом, вот. То есть, это, ну, вот, такая примерная история, на мой взгляд, на мой взгляд. И в этом направлении вам, на мой взгляд, опять же, нужно двигаться. То есть, надо посмотреть, что на текущий момент удерживает вас в этих отношениях, если молодой человек вас, по факту, получается, не ценит, вот. Если мама относится его к вам достаточно негативно, вот, то что нас удерживает в этих отношениях? Мне кажется, это очень важно было бы прочувствовать, да, это было бы важно, важно, важно понять, вот, и, собственно, дальше уже можно было бы говорить о том, какие рекомендации вам давать дальше. Вот. Вот. Мне кажется, что история здесь, она такая, примерно, вот. Вот. Ну, так же, вы спрашиваете, опять же, как дальше жить, вот, искать свой собственный жизненный смысл, свою собственную такую жизненную позицию. Вот, вставать, вставать на путь, на путь, на путь самостоятельности, на путь такой независимости, вот. Вот. И дальше уже можно будет, эм, ну, что-то говорить вам. Вот. Сейчас, сейчас, эээ, конечно, всё выглядит так, как будто, эм, человек, эээ, просто вас использует. Сейчас всё выглядит, выглядит так, как будто, эээ, мужчина и его, вот такая мама, ага, просто делают, эээ, что с ним хочется, потому что они не верят, не верят в то, что вы можете уйти от них, они не верят в то, что вы можете жить, эээ, без них, без них. Вот. И. И. Так далее. Вот. Хотя это, конечно же, на мой взгляд, абсолютно неправда, на мой взгляд, абсолютно неверно, на мой взгляд, это абсолютно деструктивная позиция, которая вам ничего хорошего не даёт. Вот. Ну, вот. Но, сколь вы себя так поставили, то, вот, вряд ли на текущий момент, эээ, ситуация может быть д-д-другой, другой, да? Вот. Вот. Так что, в каком именно направлении вам двигаться, эээ, чтобы ситуацию исправить, вы решите, на мой взгляд, сами, вот, потому что, мне кажется, что вы можете это, можете это сделать, вполне, можете вполне это сделать самостоятельно, самостоятельно. Эээ, вот. А дальше уже будет видно, эээ, как и что. Вот. Эээ, работа над самодостаточностью, это, эээ, так, эээ, тот ключевой момент, эээ, на который, вам стоит обратить внимание. Вот. Можно, конечно, посмотреть на то, эээ, что, что между вами и молодым человеком, например, общего, просто, то есть, что вас, что вас объединяет, что вас связывает, эээ, вот, именно, друг с другом. Вот. Вот. Можно и, наверное, даже нужно, нужно об этом, эээ, мужчине напомнить, вот, вот, напомнить, что, ну, когда-то, вот, было, эээ, над вами, я думаю, общим, что между вами было. И, может быть, может быть, может быть, может быть, и есть, эээ, вот, эээ, но это, эээ, все исключительно в рамках, эээ, тех отношений, которые между вами. То есть, мужчина, он может вас услышать, да, а может и не услышать, эээ, и того, что вас услышит, надо быть мотивацией. Мотивация, это, самая лучшая мотивация, мотивация, какая может быть, это, эээ, ну, это ваша, собственно говоря, ценность, вот, это, вот, именно ценность, эээ, ваша, для человека. Вот, если ценности, человек, не видит, вашей, ну, конечно, будут, не, 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 некоторые, трудности, вот. Так что, вот, началось бы спросить себя, эээ, в каком направлении вы, ээ, движетесь, по жизни, самым, куда вы движетесь, вы движетесь, вот, эээ, чего вы, чего вы хотите, что вам нужно. Вот, что для вас ценно, важно, и так далее. Мне, мне кажется, что эту ситуацию, ну, поправят. По крайней мере, продемонстрирую, эээ, если у вас надежда, надежда, с эээ, мужчиной, на, ну, на будущее, какой-нибудь, или да. Ну, конечно, эээ, основной проблемой я, я вижу, то, что вы, эээ, сейчас, вот, ставите себя, в некую, эээ, зависимость от человека. Эээ, вот, я вижу, конечно, эээ, в этом, с проблем, так, то есть, вот, эээ, от действий мамы, и от действий, эээ, мужчины, эээ, зависит, зависит, ээээ, ну, по сути, что, как вы себя будете чувствовать, да, и от этого, от этого зависит, ээээ, ваше, мироощущение. Мне кажется, в этом, эээ, вы крайне удивимы, в этом вы крайне неустойчивы, вот, ну, и именно в этом, эээ, я вижу вам первоначальную помощь, вот, что там дальше уже будет потом, это, пока только время, вот, но, пока что, вот, помощь, я, я вижу вам в этом, вот. А, все, я думаю, на этом можно закончить мой ответ, и так, получилось достаточно много, достаточно большой ответ получился, я надеюсь, что, вам это было полезно, вот, а если остались вопросы, выбирайте, ээээ, себе экспертов, эээ, для их проработки, и начинайте менять свою жизнь к лучшему. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.